Десногорские следователи подвели итоги за год. Краткие итоги работы отделения ГИБДД. Детский сад «Аленка» меняет свой облик. А теперь об этих и других событиях подробнее. Правительство России утвердило распределение в 2017 году субсидий субъектам Федерации в рамках государственной программы развития образования. Средства получат 54 региона, в том числе и Смоленская область. Субсидии предоставляются на развитие региональных систем оценки качества на всех уровнях общего образования. Смоленщина на эти цели получит более 5,7 миллионов рублей. С этого года жители нашего региона могут подать документы на зачисление своего ребенка в общеобразовательное учреждение через портал государственных услуг. Основное условие – необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. Для подачи заявления необходимо заполнить электронный бланк. Сведения о ребенке вносятся родителями. Также к заявлению необходимо прикрепить и электронные копии документов. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Седунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Все подробности далее. С 1 января изменены подходы к формированию уровня зарплат в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. Установлена взаимозависимость между доходами руководителей указанных предприятий и средними доходами работников указанных предприятий. Уровень соотношения этого установлен государством не более чем восьмикратный. Конкретный уровень по каждому государственному предприятию, по каждому муниципалитету устанавливается на региональном и на местном уровне. И сейчас специалисты администрации разрабатывают положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных, бюджетных, автономных и казённых учреждений. После этого, как мы разработаем положение, в целом уже каждое учреждение будет устанавливать систему оплаты для себя. На 22 февраля объявлены два аукциона. На право заключения договоров о аренде на нежилой помещение в общежитии 4-го, 3-го микрорайона. Информация вся на сайте, в газете есть. Мы справки по телефону 727-58. Предлагаем намланию предпринимателей будут обращаться. После дней открытых дверей, которые прошли во всех школах Десногорска, начинается запись первоклассников. Запись первоклассников начинается у нас 1 февраля. Для тех, кто определил себе школу по микрорайонам. Ученицы 11-го класса 4-й школы Десногорска Кристина Буракова и Юля Зюкова стали призёрами регионального этапа предметных олимпиад по литературе. 4 февраля во всех школах нашего города пройдут вечера встреч выпускников. За три года диспансеризации взрослого населения в нашей области осмотрено более 479 тысяч смолян, у которых обнаружено порядка 128 тысяч хронических заболеваний. В основном это болезни эндокринной системы и системы кровообращения. Кроме того, за указанный период впервые выявлено около 2000 злокачественных новообразований. Главное управление МЧС по Смоленской области в специальном разделе своего сайта публикует данные о толщине льда на всех водоёмах региона. Рыбакам, прежде чем отправиться на подлёдную рыбалку, не лишним будет узнать о состоянии льда. Специалисты центра ГИМС МЧС ежедневно мониторят обстановку на водоёмах, осматривают состояние льда и делают соответствующие замеры его покрова. В структуре Десногорского отдела МВД есть следственное отделение, в котором свою никем незаметную, но очень важную для города работу ведут четыре следователя. За их деятельностью ведётся строгий надзор прокуратурой и процессуальный контроль. Об итогах работы отдела за 2016 год в нашем следующем сюжете. Основная задача сотрудников отделения – это не только своевременное уголовное дело производства, но и соблюдение защиты конституционных прав и свободы человека, а также установление лиц, совершивших преступления и привлечение их к уголовной ответственности. За 2016 год в производстве следственного подразделения находилось 169 уголовных дел. 122 уголовных дела было расследовано следователями. Из них 66 уголовных дел по 94 фактам преступной деятельности следователями направлено в суд с обвинительным заключением. Привлечено к уголовной ответственности 73 лица. Из наиболее распространённых видов и состава преступления в суд направлено 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 35 краж, 2 мошенничества, 1 факт растраты, 1 угон, 1 умышленное уничтожение чужого имущества, 7 уголовных дел направлены в суд в сфере преступления о незаконном обороте наркотических средств. И 3 уголовных дела направлено в суд по фактам дорожно-транспортных происшествий. 4 уголовных дела по 8 фактам преступной деятельности были направлены в суд в отношении 8 несовершеннолетних. В структуре подразделения созданная ведёт работу специализированная группа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. В прошлом году 6 таких дел были направлены в суд. Сотрудники следственного отдела несут ответственность не только за дело производства, но и за профилактику преступлений в Десногорске. Ежегодно утверждается план выступлений в общеобразовательных учреждениях. Выступления проводятся следователями, проводятся в виде бесед с учащимися школ, с преподавателями. Следователями доводится информация о конкретных совершенных преступлениях и их недопустимости. На 2017 год перед сотрудниками отдела поставлены новые задачи, по которым уже ведётся работа. И насколько она будет эффективной, зависит от правового осознания жителей нашего города, их бдительности и ответственности за сохранность своего личного имущества. С 1 февраля в администрации Десногорска начинает работу новое структурное подразделение – Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике. Это стало возможным благодаря слиянию двух ранее самостоятельных комитетов. Возглавит новую структуру Инна Михайлова, которая до этого руководила Комитетом по культуре и делам молодёжи. Жильцы 19-го дома 3-го микрорайона благодарят коллектив МУП ККП за оперативность и неравнодушие к проблемам горожан. По просьбе жильцов рабочие очистили от многосантиметровой наледи пешеходные дорожки, по которым было опасно ходить. А теперь здесь ровный асфальт, можно спокойно и пройти, и проехать. Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Десногорску прикладывают много сил для обеспечения правопорядка на дорогах нашего города. Каких результатов они достигли в 2016 году? Итоги работы подведёт инспектор ДПС Андрей Ваулин. С 12 месяцев 2016 года на территории города Десногорска зарегистрировано 400 дорожно-транспортных происшествий, из которых 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения и пострадали люди. Таких ДТП получили ранения 22 человека, погибших не зарегистрировано. Наряду с этими ДТП совершено 7 наездов на пешеходных переходах, в которых 8 пешеходов пострадало. Также сотрудниками госавтоинспекции города Десногорска за 12 месяцев пересечено 5 319 различного вида нарушений правил дорожного движения. Это такие, как управление в состоянии опьянения 40, нарушение и отказ от места свидетельствования 17, выезд на полосустречного движения 6, не имея права управления, транспортных средствами 29, нарушение ПДД пешеходами 469, непредоставление преимущества пешеходам 207. За превышение установленной скорости движения выявлено 1818 административных правонарушений. За перевозку детей без специального детского удерживающего устройства выявлено 31 административное правонарушение. За 12 месяцев 2016 года на территории города Десногорска проводились операции, такие как пешеход, ремень безопасности, ребенок-пассажир, внимание, дети, автобус, по результатам которых проводились операции и выявлялись административные правонарушения. Хотелось бы обратиться к водителям и пешеходам, быть более внимательными и вежливыми по отношению друг к другу. В областном центре подвели итоги первой детской недели моды. Среди моделей от 2 до 13 лет была выбрана победительница, которая представит Смоленск на Международной неделе моды в Санкт-Петербурге. Ею стала трехлетняя Маша Ефремова. Впервые в поселке Озерный Духовщинского района Смоленщины прошли всероссийские соревнования по судомодельному спорту. В них приняли участие 50 спортсменов в возрасте до 19 лет – из Смоленска и Брянской областей, а также из Республики Татарстан. По итогам трех дней соревнований первое и второе место заняли юные судомоделисты Смоленска, а бронзовую медаль получила команда из Брянска. Ремонт в детском саду не проходит незамеченным ни для кого. Это видят не только малыши, их родители и персонал, но и жители Десногорска. Детский сад «Алёнка» преображается на глазах. Как проходит ремонт, расскажем в нашем сюжете. Детский сад «Алёнка» 11 лет ждал ремонта фасада. С весны прошлого года мы обсуждали эту тему. Лечить фасад посильно пытались шефы и спонсоры. Глава Десногорска Вячеслав Седунков ситуацию в детских садах держит под контролем. Деньги были выделены для ремонта трех садов и определены приоритетные направления работ. В октябре брянские строители выиграли аукцион и работа закипела. В этом году в наших планах ремонт фасадов еще двух детских садов города Десногорска, которые также находятся в достаточно тяжелом состоянии. И я думаю, что вот этот пример реальной деятельности уже даст вдохновение и сил еще немножко подождать вот эту самую ремонтную кампанию и у родителей детишек в тех садах, которые мы еще придем в этом году. Строителям не препятствует ни мороз, ни ветер. Работы выполнены почти на 90%. Детский сад заиграл яркими красками и преобразился до неузнаваемости. Директор Валентина Короткова до сих пор не верит в то, что мечта сбывается. Конечно, во время ремонта возникали разные ситуации, но приходили к единому мнению, приходили к решению, и вы сегодня увидели, что это все было не напрасно. Строители заверяют, что ремонтные работы будут закончены в феврале, и утренник 8 марта пройдет уже в обновленном здании. И в заключении наша афиша. 16 февраля в Смоленске состоится юбилейная 10-я ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии». Организатор конференции – администрация Смоленской области. В ней примут участие и десногорцы Нина Северенкова и Любовь Милосердова, директор и заместитель директора детской библиотеки нашего города. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok